Остановку Мильвермаху. Следующая остановка Юбилейная проспекта. 22 остановки и 14 рейсов в день. Дорогу через центр Химок водитель троллейбуса номер один Ирина Бондарева давно выучила наизусть. И могла бы проехать весь путь с закрытыми глазами. Но отвлекаться никак нельзя. Глаз да глаз нужен за лихачами, которые норовят подрезать, и за пассажирами. Инвалид зашел, ему тяжело выходить. Приходится стоять ждать, с колясками выходят. Мастерски управлять троллейбусом в плотном потоке автомобилей, в считанные секунды ставить на место слетевшие из проводов штанги токоприемники, уже давно стало для химчанки рутиной. За 19 лет работы всего одна авария в самом начале профессионального пути Ирины Бондаревой. И то по вине водителя, который выезжал со двора и не уступил дорогу троллейбусу. Сейчас тоже опыта побольше, поэтому по странам побыстрее смотришь. А тогда еще все новое, троллейбус. Привыкать же надо все равно. Это же не просто так. Тем более люди за спиной. С тех пор за плечами у Ирины Бондаревой более миллиона километров без ДТП. Профессионализм химчанки не остался незамеченным. И в октябре она получила награду первой степени от Министерства транспорта России за безаварийную езду. Я просто спокойный человек. Не знаю, как-то... Ну, прихожу, работаю, делаю свою работу. Честно, добросовестно. Не знаю. Не конфликтный. Поэтому даже с пассажирами не ругаюсь. Все равно как бы свобода такая некая. Вот уезжаешь из парка и все. И ты вот как бы сам себе предоставлен. Ты за свою работу сам отвечаешь. Все равно люди вот это вот. Все равно какое-то общение с ними идет там. Кто-то спасибо сказал, кто-то поругал. Ну, вроде как жизнь вот она идет. О смене работы Ирина Бондарева никогда и не задумывалась. Говорит, что даже от рутины можно получать большое удовольствие.